как вы думаете куда я еду в 5 утра сейчас все увидите сейчас мы будем кстати я еду не один еду с лопатой сейчас мы будем ехать ровно вот сюда вот это место я конечно извиняюсь что у меня трясутся руки на я чуть-чуть занимаюсь спортом опа надеюсь это не бензин у меня вот только один вопрос зачем я вчера помыл мотоцикл хотел на подножку поставить показать какой он на весь чистенький покажу вот так вот посмотрите какие сейчас у него колеса какой он весь беленький пушистенький сейчас проеду вот это вот и посмотрим что с ним будет мне все-таки надо чтобы его запомнили таким какой он сейчас есть ух ё-моё тут грязище то какая сейчас и я весь буду грязный вот посмотрите вообще весь блестючий резину начернил посмотрите какая черненькая черненькая красивая резина блин а шо поделать не здесь же его оставлять идти пешком вот и солнце встает вот так мы на него глянем вот из-за кукурузы немного солнце видно вон там он по моему крокодил плавает так сейчас мы выдергиваем отсюда лапоту ох она застряла ни хрена себе так и идем пробовать добывать стылья фух вода вообще кипяток прям вообще вообще теплая несмотря на то что тут блин что-то тут глыбок осталось еще какая-то хрена за мной блин я сейчас там тапочки а есть маленькие есть хорошенькие что-то сюда ели только звук машины такой странный какой-то а а а а а хорошо могу сказать черви есть я батя мне говорил что его скорее все тут весь выкопали еще такой неплохой червячок но это вот только один раз копнул два червячка но и так сверху порылся чуть-чуть может найду где будет и 5 и больше но всегда обычно так по два попадалось сейчас посмотрим часика два покопаюсь и поедем ловить рыбку между 1 и 2 перекурчик небольшой я имел ввиду лопатой не знаю что сегодня поймаю говорят что сейчас ничего не ложится ну прошлом году тоже ни у кого не ловилась у меня хоть что-то добавил красота кто хочет со мной на рыбалку пишите в комментарии то с восьмухи могу даже забрать на мотоцикле по у забрать колонии с восьмухи и с некоторых районов центра с дюмина например нужно быть готовым иногда выезжать без 15 и 5 ну что еще рывок что-то мне подсказывает что это формируется разовое облако как я определил видите форму наковальни то есть восходящие потоки воздуха достигают определенной высоты плотных слоев атмосферы упираются в этот потолок и расходятся в стороны что-то она слишком светлая для грозового облака но очень похожи а с червями этими я уже так запарился что капец ну еще надо как минимум столько же накопать уже где-то штук наверное 70 есть червячков таких красивых фокусировку вон какие они милые прекрасные пушистые красивые червячки крупненькие то представляете на каждого этого одного червячка приходится вытаскивать пол лопаты вот этого вот такой кучей уже здесь накопал солнце уже вот так вот зашло вид немножко здесь поменялся так солнце уже высоко пора ехать на рыбалку вот такой здесь у меня штук наверно 200 наверно нафигачил так увлекся если получится мокрой рукой хорошенькие крупненькие червячки его сколько и здесь представляете кто боится подобного прислать посылку красота ну чё я думаю можно выезжать ну вот о чем я и говорил это были все-таки грозовые облака так что я пока заехал домой перекусить посидеть за компом подождать пока наладится погода и отправляться на рыбалку к сожалению не получится с утра поеду наверное часов в девять может и в десять как повода наладится короче был небольшой дождик где-то вдалеке гремела в общем на рыбалку я попал разложил удочку в без десяти двенадцать сомневаюсь что в это время сейчас что-то будет ловиться потому что но и утром не особо ловится и вечером не особо очень сильно хочется спать проснулся я вчера в 4 часа вечера вот до сих пор не сплю главное чтоб здесь не уснуть я сейчас по дороге ехал специально наваливал газу чтоб немножко адреналинчика в кровь пустить чтоб не так хотелось спать посмотрим что будет в общем не удалось у меня вчера доснять видео до конца я на солнце перегрелся телефон выключился и почему-то долго не хотел включаться я поставил вчера вечером на зарядку он простоял два часа и ноль эмоций сегодня утром слава богу он все-таки включился в общем подведем итоги вчерашнего дня мотоцикл весь грязный просто как не знаю что рыбы я не поймал телефон чуть не угробил но я не привык уезжать с пустыми руками поэтому я решил наловить мидии и вот тут начались самые приключения в общем прыгнул я с той дамбы с высокой воду наловил немножко мидии обратно выбраться не мог дамба скользкая кое-как наверно с полчаса пытался выбраться кое-как выбрался я уже начал немножко паниковать было очень много креветки я первый раз видел креветка такая была бесстрашная то есть она не убегала от меня она еще меня атаковала колола своими вот и своим этим шипом их там просто миллион было этих креветок зато мидии наловил где-то полтора ведра но я пожалел что я так много ловил надо было пол ведра поймать и ехать домой потому что за каждой мидии нужно нырять а их там было около 500 штук и сами представляете 500 раз нырнуть на глубину полтора два метра на задержке дыхания в общем не очень сильно разболелась голова начала кружиться и ощущение было как будто меня укачала в общем состояние было очень плохое не знал как я домой доеду в общем ехал домой на третьей передаче 30 километров в час по чуть-чуть на гору так вообще еле поднялся в общем нельзя столько нырять за такой короткий промежуток времени человек человеческий организм для этого не предназначенный ну а так принципе все всем спасибо за просмотр всем пока